Итубы уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Мир на ощупь. Инвалиды по зрению жалуются на брошенные тележки у супермаркетов. Каждый шаг – это возможная опасность. Кто в ответе за беспорядок? Ночной переполох. Сотрудники МЧС спасли квартиру от пожара. Беречь дом от пожара – задача каждого гражданина. К чему приводит незатушенная сигарета. Уроки мужества. В патриотическом лагере «Юный защитник» за две смены отдохнули 50 ребят. Долгосрочный вклад в будущее нашей страны. Как прививают любовь к родине. А также горячая пора, сниженные ставки и летний прогноз. В Беларусь идет потепление. Надолго ли? Неожиданная опасность. В белорусское товарищество инвалидов по зрению жалобами на брошенные тележки только за 4 месяца обратились 30 горожан. Несмотря на то, что в стране создаются все условия для слабовидящих, тактильные подсказки, звуковые светофоры и говорящие гаджеты, часто мы даже не догадываемся, каких усилий для них может стоить обычный поход в магазин. Так как им видят мир незряющие люди, продолжит тему Татьяна Горбач. Жизнь на кончиках пальцев. Окружающий мир Марина Абазовик узнает на ощупь и по звукам с 14 лет. Страшная авария лишила ее зрения, но не силы духа. Она окончила вуз, стала тефлопедагогом. В 29-й школе обучала особенных малышей. Участница многих значимых социальных проектов. Основатель YouTube-канала «Мы есть». Женщину поддерживает муж и трое детей. Ориентироваться в пространстве помогают близкие. Но даже обычный поход в магазин может обернуться бедой. Серьезную опасность представляют брошенные тележки. Незрячие все-таки на улице ориентируются по слуху, ориентируясь на тактильные какие-то ощущения. И если, представьте, идет человек, не ожидает никаких препятствий. Он понимает, что он идет по тротуару. То есть там точно ничего нет. И тут натыкается на непонятный объект. Причем в лучшем случае натыкается, а в худшем падает через него. Человек и так, незрячий, находясь на улице, самостоятельно перемещаясь, он находится в состоянии стресса. То есть каждый шаг – это возможная опасность. Встает вопрос, кто виноват – супермаркет или нерадивые покупатели. В правилах торговли и общественного питания четко обозначено – тележки – собственность ритейлеров. Получается, завозить обратно в магазин их должен персонал. И действительно, в некоторых дискаунтерах с этим все в порядке. У нас конкретно закрепленного человека за уборкой тележек как должности такой в магазине нет. Но эту обязанность у нас выполняют либо грузчики магазина, либо уборщик наш торгового зала. И если уже там все заняты, и я могу выйти, и кассиры наши, все смотрим за тем, чтобы постоянно территория была убрана и ничего не мешало нашим покупателям. В других торговых объектах не все так гладко. Брошенные тележки повсюду – у входа, на парковке и даже на тактильной плитке. Той самой, что помогает слабовидящим свободно передвигаться по улицам. Откатить тележку на место не так сложно, как может показаться. Лишние 30 секунд времени могут уберечь кого-то от травм. Только за 4 месяца в Белорусское товарищество инвалидов по зрению со жалобами на магазинные тележки обратились 30 горожан. И дело здесь вовсе не в щепетильности. Слабовидящие дезориентируются в пространстве, не зная, куда им двигаться дальше. Многие просто-напросто падают и получают ушибы. Сегодня в Бобруйске проживает более 500 инвалидов по зрению. Несмотря на трудности, каждый из них тонко чувствует мир. Они тоже смотрят, но только по-другому. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Огонь ошибок не прощает, но заводская горела квартира. Спасателей в третьем часу ночи вызвали очевидцы. На втором этаже полыхал балкон. Сам хозяин за происходящим наблюдал с улицы. Повреждено некоторое имущество, закопчены стены. Сотрудники МЧС ликвидировали пламя и не дали распространиться на остальное жилище. Предполагаемая причина ЧП – неосторожное обращение с огнем. Спасатели напоминают, что беречь дом от пожара – задача каждого гражданина, каждого хозяина своего домовладения. Нужно помнить про безопасную эксплуатацию печного отопления, электропроводки, не курить дома и тем более в постели. Но не забывать, конечно, про детскую безопасность, учить детей и ограждать их от детской шалости с огнем. За этот год в Вопройске районе произошло 102 пожара. Стихия унесла жизни 18 человек. Уборочная кампания, драгоценные металлы и популярный рейс. Беложиды за этот год привезли 36 миллионов пассажиров. Какие направления в тренде? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Аграрии собрали второй миллион тонн зерна. Ставка в этом году на зимы культуры. В полях работа кипит практически круглосуточно. Планы на жатву амбициозные. Всего убрана пятая часть зерновых площадей. В лидерах Бреста область. Инспекторы госконтроля профсоюза следят, чтобы не подвели люди и техника. Беларусьбанк снижает ставки по некоторым кредитам. Возобновляется выдача на строительство жилых помещений у разных застройщиков вне зависимости от формы собственности по 21,5% годовых. Те, кто планирует покупать автомобиль Джили, тоже могут сделать это на новых условиях. БелЖД за 7 месяцев перевезла почти 36 миллионов пассажиров. Наибольшей популярностью пользуются рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга. Между Белоруссией и Россией также организовано регулярное сообщение в направлении Анапы, Адлера, Калининграда и Мурманска. В стране с 8 августа снизится стоимость драгоценных металлов в изделиях «Хеломе», которые скупаются у физлиц. За 1 грамм золота в зависимости от пробы цена будет от 47 рублей 56 копеек. За платину дадут 60-53, за серебро – чуть больше рубля. В ближайшие дни прогнозируется жаркая погода. Уже в четверг столбик термометра поднимется до плюс 30. Ожидается переменная облачность, преимущественно без дождей. Местами ночью и утром возможен слабый туман. На следующей неделе средняя температура будет 23 выше нуля. Осторожно, кишечная палочка. Санэпидслужба еженедельно берет пробы из водоемов города и района. Катализатор перемен погоды. На качество влияет как аномальная жира, так и обильные осадки. Кроме того, в реках обитают бактерии, рыбы и есть растительность. Стерильность в таких местах просто невозможна и противоестественна. За последнюю неделю по состоянию на 29 июля пробы воды, отобранные на территории пляжа номер 2, 6 микрорайона, пляжа номер 1, центральный и на территории пляжа санаторий имени Ленина, не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям кишечная палочка. О безопасности неустанно повторяют сотрудники освод и МЧС. Купание на несанкционированных пляжах строго запрещено. На дне могут быть стекла, коряги и камни. Юный защитник. В оздоровительном патриотическом лагере за две смены отдохнули 50 человек. Школьники круглосуточно проводили время на базе войсковой части 55-27. За 9 дней ребята освоили огневую, строевую и военно-медицинскую подготовку. Научились разбирать и собирать автоматы, метать гранаты, ознакомились с техникой и снаряжением бойцов. Возраст патриотов от 11 до 17. Здесь уже больше 10 лет готовят настоящих мужчин. Всего же в стране функционируют 20 подобных лагерей. 14 из них с круглосуточным пребыванием. Сразу после нас сирена, а моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Счастливо! Счастливо!